Девушки отдыхают Комплексити гейминг против Void Boys Void Boys не так давно, по-моему в субботу Смогли отобрать 1 поинт у команды Evil Genius Void Boys уже нашумели в групповом этапе Комплексити пока что подобным не отличились Потому что Ego никто наказать толком и не смог Кроме Void Boys никто ни единой катки у них не забрал Но вот комплексити теперь играют против Void Boys Тех самых, которые так знатно отличились в субботу Давайте перейдем к банам В бане уже у нас отправляется Акс, Висп, Спектра и Шторм Спирит Со стороны комплексити гейм Кстати Спектрой Ego и наказывались Вот и со стороны Void Boys в баню ушли Венжфул Спирит, Леон, Скайросмаг и Тролль Варлорд Шейкер, Бэтрайдер, Брюмастер и Ancient Operation для команды Void Boys И Снайпер, Клок, Джаггернаут и Чен для команды комплексити гейминг Последний пик остался у каждой команды И последний бан уже запустила команда комплексити гейминг Это Сларк Осталось дождаться, кого банят будут Void Boys На данном этапе не хватает одного саппорта Имеется мид снайпер, имеется Клокер в сложную, Джаггернаут Скорее всего, фармящий в легкую, Чен Лес и... Ну, лайн саппорт виделся команде Void Boys Дизраптор Вряд ли это был бы Дизраптор, но тем не менее Не хотели бы они видеть его для своей комбинации Ну, последний, последний пик для комплексити гейминг Баны все окончились Рубик для комплексити гейминг и 2 минуты у Void Boys Очень быстро пикали данные ребята Как-то не особо заморачивались Void Boys, напомню, канадцы Комплексити гейминг Это американский клуб Клуб Соединенных Штатов Америки Ну, у нас американский дивизион Если хотите, пока есть время А времени еще полторы минуты Пока никого не пикнули А по Америке, что можно сказать? На первом месте идут Evil Geniuses У них 5 игр В 5 играх они 9 очков смогли заработать То есть проиграли только Void Boys Void Boys также заработали 9 поинтов Но за 8 матчей Best of 2 Сами понимаете, показатель получше 3 выигранных, 3 ничьи, 2 поражения У команды комплексити гейминг Она идет на пятом месте О, на пятом На десятом месте У нее 5 игр Выигранных 0 3 поражения, 2 ничьи В общем-то, понимаете, что сегодня Void Boys Безусловные фавориты в данной катке Это отмечали все букмекеры Это, в общем-то, и в комьюнити Ни для кого не новость Команда не очень И это показывает турнирная таблица Это не мое мнение Это истина Void Boys Минуту Оставили себе на то, чтобы пикнуть Еще одного саппорта Нет, мидера Мидера, мидера Скорее всего, мидера Если Брюмастер отправится фармить То мидера Если Какой-то дохленький парень Сейчас у нас появится По типу Магины Или Войда То Брюмастер Наверняка отправится в Мид Ancient Operation Наверняка саппорт Вместе с шейкером Бэтрайдер Отправится в сложную Ну, глянем Кто это будет Для Void Boys В команде Комплексити Гейминг Показалось, что это будет Сларк Может быть Может быть Задумались Void Boys Значит, пикать хотели Точно Что-то Что-то сомнительное Возможно и правда Был Сларк И Void В комплексити гейминг 100% угадали Ну, Медузу взяли Медузу взяли Void Boys Не стали париться Под эту комбинацию Под Ancient Operation Шейкера Цеплять Есть чем Стоунгейс есть В принципе Переживать Снайпера Джаггера Клока Пэт Сол Точно умеет А Мега Паунер У нас на Ancient Operation И Биан будет На Брюмастере в миде Mercy Please На сложной На Бетрайдере И Fly будет играть На Эршейкере Со стороны Комплексити гейминг С Кьюи Играет у нас На Рубике С Фрик Играет на Чене Зизи Дота Играет на Джаггернауте Ани Аниилейт Аниилейт Если быть более точным Играет на Клокверке И Остался у нас Снайпер 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 Для кого По именам этих парней К сожалению Не знаю Возможно И никогда Не узнаю Посмотрим Как комплексити В данном сезоне Выступят И Если будет повод Конечно Выучу Последний пик У нас Со стороны команды Комплексити Гейминг Снайпер Достается Вы что Издеваетесь Что ли Свинд Лемонелс Все Понапикали себе Понаделали Ников Ужас Просто Это просто Ужас Свинд Лемелонос Вот так Даже Ну хорошо Ладно Возвращаемся В игру Хватит с нас Страшных Ников Снайпер у нас Отправляется В мид В лес Разумеется Идет Сфрик На чене Зизидота Будет фармить В легкой В сложную Здесь отправился Анигилейт И В легкой Помогает Джаггернауту Помогает Скиуи Так Ну все Разобрали Персонажи Всех Так Можем Переключаться На команду Воид Бойс Со стороны Воид Бойс В сложную У нас отправится Бэт Райдер На нем играет Мерси Плиз Флай Здесь стоит Я думаю Будет просто 105 крипов Фиссуру в 1 Вкачал Ууу Воид Бойс В легкую Подсол Уходит Фармить Омега Паунер Будет на подсейв Ну и здесь Бьян Пока что в лесу Тусит Я думаю Перетянется На мид Как можно Быстрее Нижняя руна Отходит Для Воид Бойс Топ Для Комплексити Джагернаут У нас Хорош Как Никогда По-моему Мортал Сет На Джагера Нет Легендари Все Вообще Слишком Серьезно Мифическая Маска Джагер Конечно Упакован Лучше всех Ну здесь У нас Бэтрайдер Против Джагера Бэтрайдер Одет Тоже Неплохо Тоже По моде Но Посмотрим Как Кто Будет Стоять Уже Напалмом Поливает Бэтрайдер Джагера Я так понимаю Планирует Харасить Нон-стоп Получится Не получится Это Совершенно Другой Вопрос Кьюи У нас Здесь В лесу Пока что Девардит На легкой Для команды Воид Бойс Паунер Уже Начинает Получать От Аннигилейта Биан Пока еще Не вкачал Ничего Сандер Клэп Никакого Скилла Тут Я так понимаю По ситуации Пока что Биан Без скиллов Ну это значит Что в мид Он не пошел А в мид У нас пошел Пэт Сол Ну и здесь Флай Подстопил Немножко Крипов Пошел дальше Как я понимаю Нет Нет Кстати Флай Не стопит Крипов Флай Просто На всякий случай На лайне Находится В случае Выхода Какого-то В случае Раннего Ганга Со стороны Команды Комплексити Мерси Плиз На сложной 3 на 1 По фрагам У Так У нас Зизи Дота Уже Выходит На Мерси Плиз Одну Секундочку Звук Доты Сделаю Чуть Чуть Погромче Конечно Вот так Все В принципе Все Готово Бэтрайтер У нас На сложной Стоит Пока что Ему не сильно Мешают Вроде бы По хп Не проседает Но по фрагам Тоже Ой По крипам Тоже Более-менее Нормально себя Чувствует 4 на 1 У него Это при том Что Топ крип Стат У нас У медузы На миде 7-3 Ну и 4-1 У бэтрайтера Понимаете Что Не загнали Пока еще Бета Пока что Нормально себя Чувствует Биян На легкой Формит Соло Против Клокверка На миде Тем временем Пэтсоло Пэтсоло 10 на 4 У снайпера 5 на 2 Снайпер От Комплексити Проигрывает Причем Проигрывает Прилично В общем-то В 2 раза Все очень просто 10 на 4 И 5 на 2 Понимаете Прекрасно Ровно в 2 раза У бэтрайтера Появляется ДД Можно подстилить Фраги Можно вообще Подфармить 4 на 1 Пока что идет У нас Мерси Плиз Ничего толком Дополнительного Себе не вынес Но с другой стороны И харасить Может Более-менее Прилично Сколько тому Рубику нужно На легкой Биян Сейтформит Не трогают Его На легкой У команды Комплексити Зизи Дота Тоже стоит И тоже Его не трогают Пока что Скучно Без фрагов Без выходов Без вообще Попыток Что-либо Друг другу Сделать По Нетворсу Ну Все ровно Единственное что Пэт Соул Пока что у нас Главный Формила Пэт Соул Умудрился на Миде Забрать Гораздо больше Чем снайпер На 300 По голде у него Выигрывает Снайпер В роли Догоняющих На Легкой Для команды Комплексити Давайте по шмоткам Посмотрим Может быть у кого-то Что-то появлялось У Зизи Дота Появляется Постепенно Ринго Факвила У Скьюи Тапок Уже имеется Есть также Тапок у Бедрайдера Бедрайдер Купил себе Боттл Пока что У нас Улетает Тапок На мид Бедсол Вряд ли будет Боттл Покупать Тут в принципе Все есть Ринго Факвила Имеется И Мистик Снэйк Тоже ману Пополняет Ну а так По деревьям Первых его Пробустили Во вторых Своей деревья Имеется Анигилейт Стоит у нас На руне Без банки Просто забрал руну Ни себе Ни людям Иллюзии сейчас Разгонит Ну что Погоня за Мега Паунером Почему нет Не решился У нас Клокверк Бежать за Ancient Operation А по моему Это как раз Его клиент Были все шансы Его развалить Но решил иначе Поступить Забрал Иллюзиями Крипов Уводит отсюда Крипов Линия немного Пропушится Сейчас Крипов Еще отведет Под Тавер И под Тавером Будет спокойно Крипов забирать Вообще Это крутой мув Действительно крутой Но здесь Омега Паунер Тоже Нормально поступил Пытался застопить Крипов Понятное дело Здесь иллюзиями Можно Управлять Можно К себе Их подводить Постепенно Ну и держит Лайн Держит у нас Лайн Анигилейт Не собирается Подходить под Тавер Чтобы можно было Нормально оформить Нормальный мув Ставтшилд есть В общем-то Адамаги Немного в себя Впитывает Много ему И не наносят Здесь у нас Нау В принципе Не нау ХП Все нормально Себя чувствуют Медуза Немного просила Ну и снайпер Тоже не фуловый Фрагов Еще не было Флай У нас здесь Флай Что здесь делает Курьер с двумя ПТ Еще и какой Курьер Прошу заметить Платинум Бэйби Рошан Вот это да Ну что Первая ульта У нас От снайпера И первая ульта Приходит во флай Ну флай Убили здесь Просто что Труп прилетел На Фонтан 1-0 Комплексити Впереди Воид Бойс В роли Догоняющих Но Хотя вот Видим да И по Экономике Полторы тысячи Комплексити И По экспириенсу Тоже Тысяча В пользу Коллектива Играющего За Дайер По фарму На первом месте Джаггернау 38 на 11 По нэтворцу Тоже за ним Лидерство И Снайпер Уже на втором месте После него Бияны Пэтсол Пэтсол Просел Действительно Просел Непонятно Почему Вдруг Почему Вдруг Такое Начало Происходить Пэтсол В общем то Ровно шел И обыгрывал Снайпера Это было заметно Ну дальше Видимо Снайпер Просто левела Свои взял Плюс ПТ здесь имеется Есть 2 Райсбенда По дамеджу У снайпера 80 У медузы Ну и у медузы 80 Можно было бы Фармить Ну Почему то Просел Это уже Уже в общем то Даже обсуждать Нет смысла То никак не исправить Разве что Лучше начать Пэтсол Фармить На данный момент У него есть Аквила И летят ему Фазы Флай до сих пор Бегает без тапка Не может Флай себе Принести Курьером тапок Флай готов Выйти у нас на мид Сюда также Прилетает Прилетает Снайпер Была попытка Я думаю Рубика Загангать Пока что Ничем она не уменьшалась Флай уходит На хайграунд У шейкера Тапок У шейкера Танго У шейкера Кларити Ну и по золоту Практически Ноль Они гилоидов Вытолкнули Собственной линии Фармить не дают 16 на 1 Конечно есть Крипстат Но У бияна попроще Дела 40 на 12 Правда 49 на 11 У Зизи Дота Он в общем-то Первый И у Чена 40 У Чена Мекки Пока что Не имеется В курице Тоже ничего У Чена Есть аркан Бутсы И 800 700 Точнее на руках Ну Кул Фрик Кулс Фрик Готов Я так понимаю Выйти на лайн Но тут Вижен Есть для команды Воид Бойс Отправляются Чуть-чуть ближе К своему фонтану Игроки Воид Бойс Ну Пэт Соло Зажали Под батарея Саут Нигелает Здесь его Разваливает Хотя Нигелает Может погибнуть От Тауэра Да Еще два удара Бы И погиб У нас Погиб Бэк Локер А так забрали Только мидера Команды Воид Бойс 0-2 Комплексити Впереди 400 по голде Заработали 250 потеряли 3000 по золоту 1500 по экспириенсу Аутсайдеры Данного матча Пока что Впереди Флай у нас Рассыпается Под батарея Саут Это уже Второй фраг Для Нигелаета Забрали только что Пэт Соло После этого Забрали Оффлейнера Команды Воид Бойс Так По артефактам У снайпера Видим никаких фазов Мом Скорее всего Будет Но фазов Тем не менее У снайпера Нет Есть Ринков Аквила Есть Пауэр Трэдс Имеется Также Рейсбенд Больше Снайпер Пока ничего Не собрал У Зизи Дота Мом Бутс оф спид Тоже больше ничего Я думаю Фазы должны Скоро ему лететь Вот Собственно И они Арканы Также появляются У Скиуи На Рубике На Рошана Под смоком Выходит команда Комплексити До 10 минуты Есть кому танковать Есть кому хилить Хилингвард Какого левела Четвертого левела Хилингвард Все заточено Под пушу Команды Комплексити Снайпер Тем временем У нас рассыпается Бьян Паунер И Мерси Плис Разваливают Снайпера Ну В это время Падает Рошан Рошана Мало ХП остается Медальона Ни у кого нет Но Рошана Вчетвером Просто Натравливает На Таура Натравливает На людей Короче Жуть полнейшая Ну и вот Две совы Точнее два кентавра Сова Медведь Медведь Смотришь на его лицо Такой же медведь Как Как я 4-1 В любом случае Счет на данный момент За 4 За 5 Даже перевалило Преимущество По экономике По Опыту 3 плюс У команды Комплексити Учена уже Практически Готова Мека Крипов К себе Позвал Аппарат Тем временем Разрывает У нас Снайпера Делается это На миде Я так понимаю Через лосо Забрали Ну По всей видимости Firefly включен Лосо в откате Забрали Снайпера Вместе с Бэтрайдером 2 на 4 Счет Комплексити Впереди Но Опять же Они забирали Таура Они пушили Команда Воид Бойс Пока ничем Подобным Не занималась Все товара У комплексити Стоят на месте По фрагам Воид Бойс Тоже проигрывают 2 на 4 Счет Вот вам и 5 тысяч По золоту И 2 с лишним По экспириенсу Платиновый Рошан У нас Летает Носит шмотки Для команды Воид Бойс И они умудряются Проигрывать еще Так У нас уже украл Файерфлай Рубик По моему Да это Файерфлай Сейчас начнется У нас Гарри Поттер В его исполнении Все Полетел у нас Скивит Правда Далеко не улетел Фиссурой Достали моментально Скивит Скорее всего Здесь зацепят Украл еще Перед смертью Айс Вортекс Но Понятное дело Не заюзает Летает у нас Ветрах Аннигилейт Летает у нас От своей От команды соперника Снайпер Снайпер бежит отсюда Как только может Потому что Уже за его Как бы за ним Три или четыре человека Направилось Но в любом случае Снайпер остался живой Файт Закончился Со счетом 1-0 Ну что Здесь рывается у нас Мерси Плиз Крутая ульта У нас от Шейкера Эхо Слэм пошел Просто чудесный Шейкер Где Нет Какой Эхо Слэм Что я вообще говорю Кто там топал Это кто-то клэпнул Я так понимаю Брюмастер Нет Брюмастер Тоже не клэпал Короче Говорит Да Наверное Брюмастер клэпнул И фиссура легла От ее же ульту Шейкера нарисовал Пятый левел У нас У Шейкера Вообще было бы смешно Вот Шейкер Просто фиссурой С хайграунда Отработал всю эту Компанию Ну и Остался живой Разменяли Только Одного Брюмастера Потратили В свою очередь По-моему Чен у нас и умирал Да 0-1 Из фрик В этом файте Развалился Снайпер Отправляется На нижний лайн Фармить У него есть Уже на рецепт Мома Здесь тоже Рошан У всех Рошаны Бэйберошин Это обычный Разве это Можно сравнить С платиновым Бэйберошином Нельзя Конечно Крутой Платиновый Бэйберошин Встретились Две Богатейшие Команды Меряются Курьером Чену прилетает Мека 14-ая минута Не самый крутой Тайминг Да вообще Не крутой Тайминг 4300 Вообще У нас заработал С фрик С начала этого матча 15 минут Это в общем-то Много Сквид у нас Ему зацепили Ульта аппарата Сюда же От Бэтрайдера Прилетает Бочка Развалился У нас Рубик 5-5 Войдбойс готовы выйти Я думаю на тавр Уже прокликивают его Просто придут крипы И можно будет выходить на тавр Хотя вот кто-то у нас Отправился на В лес У Анигилейта Уже имеется Блейдмейл 15-ая минута И сложный Клокверк Вынес Блейдмейл По-моему Неплохо У Зизи Дота Яша Мом Фазы Что у Снайпера Снайпера Просто Мом Здесь ПТ Транквила Аквила Райсбенд И 800 Сверху Ну что Команда Войдбойс решила Зайти в спину Снайперу Должны прыгать Должен прыгать У нас Бэтрайдер Цепляет сюда Снайпера Снайпер в лассо Никуда отсюда Не уходит Еще и стоит он Да нет Да нет же Ну Снайпер Начинает убегать От Бьяна Скорее всего Получит кирпич Но здесь Хилингвард Очень сильно Сейвит Снайпера Очень сильно Снайпер Теперь отжирается Самостоятельно Поймали еще И синего Панду В В сетку Вот он собственно И Бьян возвращается Снайпер готов С ним сражаться Несмотря на то Что у него мало ХП Он не будет Отпускать Бьяна Ульта пошла От снайпера И все Бьяна отсюда Не уходит Подождите А что ульта Делать Микробаш Мда Кратковременно Оглушает цель Ульта Сбивает ТП Готовится команда Комплексити Выйти на Мид Т2 Почему бы нет Брюмастера На данный момент Нет на карте Соло Сюда медуза Драться не идет Пока что просто Снайками Разбрасывается Стоунгейс Имеется Но здесь куча зверей Нет пока смысла Я думаю выходить Опять же У Зизи Дота Есть Омни Слэш Омни Слэш Второго левела Мидуза Скорее всего Развалится 830 ХП 550 Монопоинтов Есть Яша Пока что Линкой не пахнет Здесь зверями И всей компанией Просто забирают фарм Я представляю Как у Мидузы Сердце обливается Кровью Или не обливается Вижена нет Да Ничего у нее Ничем не обливается Вижена для команды Войд Бойс нет Когда она придет сюда И поймет Что ни одного Крипа Там нет У нее наверняка Случится истерика Вижен есть В лесу Но опять же Это Сентрия Апсерверов Практически нет Меков Все огромнейший Пакован Крипов Зафармили Вот отсюда Вот сюда Тут Фейсбут Клацают Клацают по карте Вырисов Вырисовывается Агоним Куда пошла у нас Ульта аппарата Где ульта аппарата Куда она летит Что вообще происходит Не понял я куда Ульта аппарата полетела Судя по игрокам команды Комплексити Никого она Не зацепила По экономике Комплексити 10 выигрывает По экспириенсу 6 По золоту Действительно дела Хорошо идут У комплексити На первом месте Джаггернаут У него 11150 На втором месте У нас идет Медуза С чудовищным Отставанием От Джаггернаута 8700 у нее На данный момент Заработано И 7400 Дальше у снайпера Ну а дальше идет Клок И Фрик В общем то Из 5 команд 4 команды 4 игрока Комплексити Гейминг Ульту у нас Изидота Поймает Сюда влетает Бьян Бьян не раскладывался Бьян наконец-то Праймер сплит заходит У нас поднимают Джаггернаута Ульту Надо его цеплять Потому что Джаггер сейчас Разультится Зизидота Пошел Дамажить Плюс здесь Хилингвар Цепляет с собой Вообще Наплевать ему На все что здесь происходит Просто направился Бьет Рошана Зизидота Просто по-тихому Бьет Рошана Здесь приходят Крипы Крипы Туда-сюда Ходят Пытаются Отвлечь на себя Все внимание В это время Зизидота Забирает Рошана И уходит на хайграунд А теперь можно драться Бьян с Даггером Уходит отсюда Слоу граунда ТП делать Наверное Это ошибка была Но все равно Лучше Как можно дальше Надо было Отойти от Джаггернаута Чтобы Не отхватить Омни слэш в лицу Это было бы Точно неприятно Но и Не вывозил У нас панда Количество дэмэджа Огр Клаб Плюс Поинт Бустер Еще и 550 На руках У Сфрико Готовится выход Ваганим У аппарата Тем временем Тоже Примерно та же ситуация За исключением того Что аппарат Не может Нет возможности Аппарат Не фармит 21 минута Аппарат Все что делает В файтах Участвует И Зарабатывает фраг Или умирает Пока что Только зарабатывает 3-0-2 Мега паунер Идет очень неплохо Ульта есть Надо отправлять ее вниз Я думаю 100% Надо отогнать Команду Комплексити От своего Т2 Полетела ульта Аппарата Никого не зацепит Кроме снайпера Ну немножко Чен Но Чен не в счет Вообще Хилингвард стоит Нормально выхиливать Зизи Дота Конечно Не управляем Уже У него уже Манта стайл У него имеется Маск оф Мэднес 3-133 На руках сверху Чем бороться Против него Пока что не ясно Скоро появится Аганим И чем убивать его Вообще Необъяснимо Медуза Здесь Манта стайлом Сильно много Не заивейтит Флай видит Скьюи Скьюи Есть Праймал Сплит Это очень хорошая Кража Рубик действительно Украл наиболее Крутой Ульт Который можно было бы Здесь украть Ну не считая конечно Ульта Аппарата Но Праймал Сплит Это фактически Аэгис Краденный для Рубика Плюс можно убежать В любой момент Плюс можно увести себя Из драки Короче говоря Очень круто Для любого героя Что решил Мерси Прейс делать Стакать в чужом лесу Зачем это нужно делать Непонятно Просто видимо Прочекал Так Ну что у нас Кто-то в ветрах летает В ветрах у нас летает Анигилдейт Где находится Мерси Плиз Не вижу Не вижу Не вижу Не вижу Зизи Дота Уже готов драться Против Бьяна Бьяна разваливается Рубик опять Украл Праймал Сплит Просто обновил А нет Он проюзал Праймал Сплит Я не понял Кто вообще С кем дерется Потому что Брюмастера били панды Я уже забыл Что Рубика Праймал Сплит Украден И что Панды теперь играют За команду Комплексити 1900 На руках у Рубика Скоро появится Даггер Зизи Дота Ловят Ульту аппарата Сфрик тоже Забрали Тауэр Хилинг Вард Имеется Можно и не уходить Windows Point Booster Появился Больше пока что Ничего Пэт Сол Выходит у нас В Eye of Scud У Ancient Operation 840 Сверху Аганима Пока что нет У Шейкера Тоже Никаким Даггером Не пахнет У Шейкера Провал По экономике Полнейший Команда Комплексити Перемещается Во вражеский лес Они не хотят Формить У себя в лесу Их вполне Устраивает Ситуация В чужом лесу Во первых Во первых Они забирают Фарм Командой Void Boys А во вторых Это просто Прикольно Украсть Чужих Крипов Не дать Возможности Но выформить Ничего Толком А дальше Уже С позиции Толстосумов Унижать Команду Void Boys Ну пока что Получается Хоть и потихоньку Но получается Анигилейт Здесь должен Разваливаться Под ультой аппарата Не такая сложная Задача Для команды Void Boys Загулял Оффлейнер команды Комплексити За это и получил 6-9 1400 По золоту За одного Несчастного Клока Да его просто Я не знаю Распилить и по частям Продать Он дешевле был бы Почему так дорого Непонятно Ну Перефарм у Клока Был Но это топ 5 Это опять же Не Джаггернаута Разобрали Ну Ох это дота А в Unstoppable Я вижу У нас пишут Был Клокверк За Unstoppable Все равно Тоже многовато Ульта прилетает У нас Снайпер А снайпер Ловит кирпич Скорее всего Умирает Снайпер Хотя Продолжает погоню Только одна панда Но сейчас Прилетит кирпич Дальше уже панда Панда под шрапнелью Не может нормально Драться И клэпнуть Нет вариантов Но здесь Втроем Вчетвером Бияна разбирает Еще и куча Зверей пришло Еще и Судя по данному Парню Появился У Чена Аганим Тысяча сверху Также имеется У Чена Чен Так 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 Шекер Снайпер Даблкил Сделал В данном файте Ну Хорошо На лоу хп Причем Все это было сделано Но теперь уже через хилингвард Снайпер фуловый И заходит команда Комплексити На хайграунд Здесь куча Крипов Здесь есть Древний Черный Дракон Это вообще круто Сплэш Атаки Дэмэдж 64 Сплэш Атаки Можно бить Крипов Вообще Нон стоп Можно бить Товара Можно бить Бараки Вообще Все можно бить Все что видишь Бей Ульта появляется У аппарата Стоунгейс Пошел от Федсола Прирастает К земле Здесь снайпер Снайпера Развалили Так Милишный Барак Должен Упасть Зизидота Повлиял На это Подошел Один раз Проверил Барак Зизидота Кстати Собрал Кирасу И 2000 Еще сверху Улетает Он на Топ Фармить Ну Комплекс Сети Свою Дело Сделали 8-11 27 минут По графикам Колы 15 Выигрывают По золоту И 10 По экспириенсу Добавляем 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 Решил Через Медас Пойти Ну Надо Быстрее Себе Пронести Его Принести Потому что Чем дольше Лежит Медас В курице Тем меньше Ты зарабатываешь Странное Решение Ну Видимо Вообще Печально Дела У нас У Брюмастера Он 4-4 Снизу Немного Опережает Омега Паунера И Рубика Да и Шейкер Там Не сильно Отстает Ну На этой Глубине Вообще Толком Не определишь Что там Вообще У кого Лучше Дела Идут То есть 6 тысяч Для Брюмастера 7 тысяч Или 5-200 Для аппарата По моему 5-200 Для аппарата Это Называется Дела Идут Хорошо То же Самое И для Рубика 5-300 Скиу Чувствует Себя Прилично У него Есть Арканы У него Есть Даггер Вообще Нечего Собственно Нечего Желать Больше Рубику Все хорошо Форс Став Сюда Еще Да и Аганим Не помешал Но это Минутик 50 Уже Ближе К пенсионному Возрасту Для Рубика У Снайпера Мом У Снайпера Сэнджин Яша И В принципе Все остальные Начальные Артефакты Что-то Летит Снайперу Да Снайперу Блэк Кинг Бар Летит Я и думаю Что Маловато Как-то Для Снайпера Вроде Такой Убийца Серьезный 4-3-3 Счет у него А С одним Несчастным Сэнджин Яшей На 30 Минуте Это мой Тайминг Конечно Понятное Дело Что у команд Такого Тайминга Быть не должно Все должно Быть посерьезнее Ну Тайминг С Медасом Немножко Удивило Пьяно Видимо Вообще Себя Неуютно Чувствовал В этой игре Пошел Крипов Офармливать Надо Идти вниз Попытаться Отдефать Внизу Уже Вот они Дряни Которых Чен Подобрал Во-первых Здесь Дополнительного Здоровья 15% Вот здесь Вот 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 Здесь Сплэш Атак Это тоже Очень полезно Ну В общем То Всех Крутых Парней Пособирал У нас Чен Еще бы Одного Древнего Голема Вообще Тогда Было Здорово По Количеству ХП Вы видите 2500 Големов И 2600 У нас У дракона Дракон Конечно Убивается Очень Не просто Дракон У нас Сродни герою Ну вот Два Вот этих Персонажа Я говорю О драконе И договорю О Големе По-моему Сопоставимы С Хорошо Расфармленным Хорошо Расфармленным Саппортом Тем временем Флай У нас Умирает Стоит Под Блэккенгбаром У нас Снайпер Просто Стоит И просто Бьет Ульта Пошла От аппарата По Зизи Дота Зизи Дота Должен Выживать Нет Маны Практически Но Есть Достаточно ХП Опять же Ману Пополняют Команда Комплексити Идет Пушить Куда Клок 24 всего Было Теперь Плюс 124 У Зизи Дота 1.00 Как будто Вообще В драках Не участвовал При этом Первый Крипстат На карте 20600 По Золото Команда Комплексити Решила Пойти В Дэмэдж Поняли Они Что Раз Не хотят Выходить Надо Забирать Их Снизу Надо Как-то Быстро Раскладывать Команду Войд Боис Чтобы Была Возможность Зайти На Хэгграунд Тут Появляется Дэмэнэдж Для Снайпера 1800 На руках Скорее всего Будет МКБ Насколько Я понимаю У Медузы 2500 После Скади Пэтсол Готов Сражаться Но Хватит Ли Его На Персонажей На Крипов Точнее Хватает Конечно У нас Пэтсола Хватит Ли Его Для Персонажей Рубик Врывается Поднимает Он У нас Бэтрайдер Что Украл Рубик Рубик Украл Ла Соло Сопро Изали Ну Здесь Минус Два Уже С основной Команды Воид Бойс Также Забирают Эггис У Джаггернаута У него Есть Омни Слэш Можно Попробовать В Омни Слэш Зайти Зизи Дота Начинает Распрыгиваться В Омни Слэше Летает Где Наш Зизи Дота Он Стоит В Когах Он стоит И разваливает Пэтсола В Когах Хотя Не так То просто Все Пэтсол Живет Анигилейт Скорее всего Не добивает Пэтсола Здесь Еще Один Удар Все Минус Три Делает Команда Воид Бойс Медуза У нее 100 ХП У Шейкера Тоже 150 ХП А Комплексити Немножко Обломались Заходом На хайграунд Это было Видно Старались Старались Но В итоге Зайти им Так и не удалось Чен с крипами Отсюда уходит Какими крипами Одна побитая собака Бежит за Ченом Ну еще Какой-то Ледяной Огр Это понятное дело Для Для бафа Брони Ну вот Наконец-то Приходят у нас Голем И приходит у нас Дракон Конечно Бить животных По лесам Это вам Не героев На хайграунде Ковырять вражеском Команда Комплексити Неплохо Так по щам Отхватило По экспириенсу Потеряли Порядка Трех тысяч По золоту Тоже Тысячи Две Наверное Две с половиной В этом файте Оставили У с фрика Видим Все в порядке Несменные друзья Чена Древний гранитный Голем Чёрный Древний 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 Дракон Все из древности Все сильные Все Огромные Сколько у голема Дэмэдж У голема 82 дэмэдж Голем Посерьёзнее будет Товарищ Для чена Хотя Опять же У дракона Побольше У дракона Побольше ХП И дракон Сплэшет Если Если для Пуша Для пушелайнов То конечно Дракон Пополезнее Будет Чем голем Голем Больше За танка Сойдёт Ну и Брони У голема Больше Что у нас Врыв от Бэтрайдера Бэтрайдер Увозит С собой Снайпера Снайпер Здесь Под Блэк Кинг Баром Успел Провязать БКБ Ульту Аппарата На себе Чувствует Лишь Отчасти Так Выкупается У нас Рубик Который погиб В данном файте Приходит У нас Сюда Шейкер Шейкер Неплохо Ультанул Ну а только По одному Джаггернауту Джаггернаут По прежнему Фуловый Он жив Развалили У нас Шейкера Практически Под ноль Умирает У нас Бэтрайдер Команда Комплексити Готова Заходите Где Находится Медуза Медуза Идет Под фонтан Флай Идет Под фонтан Ультанул Дал фиссуру И улетел Оттуда Побыстрее Эншент Оперейшн Ульта У Эншент Оперейшн Имеется Можно дать Можно попробовать В любом случае Да пошла Ульта Аппарата Ульта Аппарата Цепляет У нас Чена Не попадает По снайперу Чен Это не проблема Падают Бараки На топе Лайн Внизу Только один Барак Остался Для команды Комплексити Это то что Они должны Снести Если хотят Сейчас Закончить Эту игру В принципе Не сложно Суицидимся В бараке ГГВП Это так просто Понятное дело Комплексити Не собираются Туда идти Тем более Сливаться на Бум Еще можно И потерять Какой-то лайн Вы видите Что происходит По линиям Т1 У комплексити Стоит Т2 У комплексити Тоже на месте Здесь Т1 Здесь Т2 Но только Т1 На топе Потеряли В это время Команда Комплексити На девятой минуте Рошанна забирала Так что Я думаю Размен Равноценный Клокверку Просто уже Передвигается Через хукшоты То на снайпера То еще на кого-то На своих ребят Ну что У нас появляется Баттерфляй Для Медузы Но здесь Вот в чем дело Вот в чем дело До того еще Как у Медузы Появился Баттерфляй У снайпера Появляется Манки Кинг Бар Зачем Тогда Медузе Баттерфляй Скорость Атаки Разве что Ворот Как таковой Заявейдился Ну скорость Передвижения Но опять же Это все Это все Так делано Это все Так Ну не по-настоящему Касательно Баттерфляя Тут основная Фишка В уворотах Да конечно Дэмэдж Скорость Атаки Все это Понятно Но Понятное дело Что бабочка Берется для Уворотов Если ты Играешь Против Серьезных Ддшников Стоунгейс Пошел От Пэт Соло По моему От Рубика Тоже Стоунг Есть Нет Рубик Далеко Пока отсюда Бегает У нас Куски Панды Здесь Аннигилейд Аннигилейд Под Блейдмейлом Все равно Рассыпается Двоих Уже Забрали Все Бьют Всех Так Много Всех Все так Хотят Друг друга Убить Что Толком Ничего Непонятно По итогу Файта 2 в 1 Подрались Выкупился Правда Шейкер 2-2 Забрали Клокверка Один Барак Стоит Здесь Один Рэнжевой Барак У него 10 Деф И 400 ХП Это даже Не считается За барак Мне кажется Крипы Будут мимо Идти Ногой Зацепят Он развалится Здесь Бараков Нет Здесь Бараков Нет Надо Просто Зайти Возможно Даже На крысу Вот так Через Праймал Сплит Что Ты Им Сделаешь Вообще Непонятно Что Этим Пандам Делать Все Через Праймал Сплит Зашли И убили Бараков Больше Нет Панда У нас Заканчивается У него Ой Не буду Это даже Обсуждать Биан У нас Острелится На лоу Граунде С Кьюи Здесь Еще Старался Подраться Гем Потерял Ну все В принципе Все Так Кто Убил Вы видели Кто Убил Рубик Убил Рубик Зашел Под Праймал Сплитом И развалил Все Это Биан Со своим Праймал Сплитом Ничего Не сделал А Рубик То Биана Убьет То Бараки Развалит Вообще Это Кстати Один из Красивейших Мувов Которые Я Наблюдал За Сегодняшний День Краденый Праймал Сплит От Рубика И Спокойно Засуицидил Бараки Бейте Пант Бейте Как Хотите Все Теперь Начинается Вознявший Рин Иначе Ты не Назовешь Стоит ли Говорить У кого Какие вещи У кого Что есть Есть Медуза Медуза Надо покупать Если она хочет Серьезно Драться Медузе Надо покупать Не Баттерфляй А Рапиру Иначе Медуза Здесь Никак Не Вывозит Это 100% Ну Биан Бегает Здесь Продолжает Золотишко Через Медас Собирать Это Все В принципе Несерьезно 1800 На руках У Медузы Ну С этими Крипами Разве Не Собираешь До Рапира Это Невозможно Практически Надо Продавать Мэлстром Надо Продавать Манта Стайл Надо Брать Сколько Стоит Манта Стайл Одну Секундочку Манта Стайл Стоит 4950 Выходит 2500 Это 3500 Вместе С этими Деньгами Надо Где-то Еще 2400 Брать Сколько Стоит Мэлстром Мэлстром Стоит Секундочку 2800 Это 1400 Еще Но и осталось 1000 Что там Можно продать За 1000 Мом Можно Нет Мом Нельзя Продавать Но 1000 Можно Насобирать Я думаю Что от Манта Стайла И от Мэлстрома Можно Избавляться На данной Стадии Игры Что у нас Здесь Здесь у Бэтрайдера Появляется Рефрешер О боже Всем Прятаться У Бэтрайдера Рефрешер Правда Нет Ни одного Барака Вот В этом Проблема Конечно Бэтрайдер Сможет В лосо Теперь Держать По 10 Секунд Даже По 8 Своих Оппонентов Это Конечно Уже Так Необсуждаемо Особенно Ну что Комплекс Сети Не собираются Пушить Они Пересмотрелись Как играет Виртуз Про Или Или что Или им Кажется Что Медуза Здесь Может Затащить Здесь Перефарм От Джаггернаута На 3000 Медузу Так Это На 42 Медузу Вообще Невозможно Даже Если Медузу Просто Оставить На Лайне Или Под Фонтаном Поставить Такое ощущение Что у нее Деньги Капают Сами Собой Медуза Это Нага Сирена Только Медуза 2900 На руках У Снайпера Тоже Ничего Толком Не Покупает У Джаггернаута Имеется Баттерфляй Есть У него Абисал Блейд Манта Стайл Кераса Ну все Есть У Джаггера Манта Стайл Продавай Вместо Него Покупа Или Масков Меднес Наверное Стоит Продать И вместо Него Купить Тот же Сатане Купить И решить Все вопросы Одним Заходом Медсол Продолжает Фармить У него 3000 Ну Здесь кроме Крапиру Покупать Вообще Вариантов Никаких Давайте Действительно Попробуем Что-то Вменяемое Сделать Господин Медуза Пэтсоло С руки Дэмэдж Небольшой Всего Лишь 230 Да Пока что Мега Крепам Хватает Но Опять же Никто Не заходил Кол Не заходил Сюда Да Вообще Никто Не заходил Сюда Не врывался Сюда Джаггернаут С ультой Так У нас Кто там Мне показалось Бэтрайдер У нас Бегает Это Не бегает А летает На Вместе С лассо Кого-то Привез А это Просто Молния От Пэтсоло 3400 Имеется Но Иди Продавай Все И покупай Рапиру Пэтсоло Или на Байбэк Пэтсоло Оставляет Но Это Вообще Бессмысленно Либо Рапира Либо Не Рапира Либо Есть Шанс Либо Никакого Шанса Вообще Без Рапиры Без Огромного Количества Дэмэджа Шанса Никакого Пэтсоло Нет Такое Такое ощущение Что Команда Комплексити Так Снайпера В Моми У нас Зацепили В Лассо Ульта Пошла От аппарата Снайпер Скорее всего Умирает Медуза Стоунгейз Произала Пэтсоло Здесь Разбирает Снайпера Правда Это Всего лишь Аэгис Где У нас Омни Найт Ой Омни Найт Омни Слэш Джаггернаут У нас Вцепился В Пэтсоло Рубик Взлетает Ветра Но Рубик Взлетает Ветра Зажав В Лассо При этом Медузу Медуза Погибает ГГ ВП Действительно Велплей Рубик Сыграл Просто Крутейшим Образом Кто у нас На этом Красавце Отыгрывал Это Скиуи Скиуи Комплексити МВП Этого матча Не обсуждается Вообще Во-первых 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 Праймал сплит Один раз Произан Против Панды На топе Забрали Панду Снесли Т1 Снесли Т2 Во-вторых Праймал сплит Произан Засуицидится В бараке Нижние Последние Сделать Мега Крипов Это Очень круто Ну и Сейчас Медузу Разобрал Через Лассо Которое Не должно Ему По факту Принадлежать Но Он Круто Его Стырил Да Рубик Действительно Отыграл Расчудесно Ну что У нас Пауза Это Бест оф 2 Напомню Комплексити Гейминг Этот Матч Выигрывают Следующая Ответка Ждем Последний Матч На сегодняшний День Пока Пауза Не забывайте Заходить В группу Вконтакте Это все Написано Ссылка На нее И картинка Под видео Данным Которое Вы смотрите У нас На Твиче Если вдруг Что-то Интересно По данному Турниру Заходите На канал Ютуб Там тоже Подписывайтесь Все это Бесплатно Все это Ничего с вас Не требует А нам Очень и очень Приятно Ну и конечно Подписывайтесь На канал На Твиче Чем больше вас Тем нам Приятнее Стримить И радовать вас Новым Качеством День Ото дня Все Услышимся Через 2-3 минуты Пока Пересоздается Лобби Можете Отойти Попить Поесть Кому вообще Что интересно Я например Иду Делать чай Все До связи Продолжение следует Продолжение следует